Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда Ник, продолжаем играть в различные андроид игрушки и сегодня мы поиграем снова в Mortal Kombat Mobile. А именно пройдем с вами Акоту за реликвиями! Да, наконец-то она вышла на новой версии, теперь уже у всех, как я понимаю, но у меня по крайней мере есть. И заодно мы прокачаем с вами Шаокана до 10 слияния 60 уровня. И давайте первый раз его оживим сначала. У меня 8 слияние, сейчас он получит 9, и потом после того, как пройдем еще 4 башенки, мы апнем ему до 10 слияния. Итак, 43 500 здоровья и 81 000 хп, он превращается в алмазного персонажа 9 слияния с какими характеристиками? 47 850 и 89 100. Нормально, пойдет. Мы можем еще раз его оживить, но это мы сделаем попозже, после того, как пройдем 4 башни. Потом я оживлю его в 10 раз, максимальный раз, и мы посмотрим, исчезнет Акота за реликвиями, если нет. Если не исчезнет, то пройдем с вами еще и 5 башню. Мне просто интересно, если его оживить до 10 слияния, исчезнет ли Акота за реликвиями. А пока давайте проходить первую башню, только прежде чем проходить, надо бы кое-что посмотреть. Так, персонажи из преисподней нам нужны. В вашем отряде должен быть только спецназовцы 1 уровня слияния или выше. В вашем отряде должен быть только мастера-единоборств 3 уровня слияния или выше. Или в вашем отряде должны быть только алмазные персонажи или персонажи из внешнего мира. Какого-то там 7 уровня слияния. Господи, как мелкая или выше. Окей, погнали, собственно. Из любых персонажей может состоять наша команда. Первая башенка. Это самая легкая башня. Ну, давайте, я не знаю, кого там, в принципе... Давайте еще раз я запомню, кого значит так. Переисподнюю нельзя использовать. Спецназовца в 1 уровне слияния или выше. Также нельзя использовать мастеров-единоборств 3 уровня слияния или выше. И внешний мир и алмазных персонажей тоже желательно не использовать. Итого, кто у нас остается по итогу-то? Так, так, так. Кто же остается? Старшие боги. И, собственно, еще можно взять более слабеньких персонажей. Ладно, давайте что ли начинать. Так, внешний мир мне понадобится. Шаокан вместе с классической Мелиной и, наверное, еще... Кого еще возьмем в последнюю башню? Я просто думаю сейчас, кого взять именно в последнюю башню. Либо Мелину пронизывающую, что, в принципе, достаточно логично. Либо можно Гора взять, либо Ермакан. Ну, я, наверное, Мелину пронизывающую возьму, потому что она сможет отхиливаться. Классическая Мелина для последней башни. Отхилл это очень важно. Так, собственно, костюм Джеки Брикс. Это у нас является и спецназовцем, и мастером единоборств. Это окей. Триборг точно так же. Фараон Ермак. Это у нас внешний мир. Он нам, в принципе, не особо нужен, поэтому им можно пройти даже вот первую башню. Потому что мы уже, в принципе, выбрали себе основную команду для последней башни. Поэтому окей, собственно. Так, и еще я возьму, наверное, тогда еще одного персонажа из внешнего мира. Наверное. Давайте я возьму Мелину Хищную. Вот такой вот у нас будет взвод, собственно, на первую башенку. Ну, вы видите, я не знаю, зачем я даже выбрал такую команду. Я мог выбрать абсолютно любую, хоть бронзовую, персонажей. И мне, в принципе, хватило этого, чтобы пройти, потому что, ну, противники в первой башне, во второй, да и в третьей, ну, не особо сильные. Ну, вот раньше я не мог, конечно, пройти вторую башню. Там Джейд была. Но в этот раз, я думаю, у нас все получится. Так или иначе, погнали. Первая башенка. Долго болтал, прежде чем начать. Но, блин, 60-й уровень слияния. Естественно, будет у нас также обзор на Шаокана. И будем после этого открывать паки. После обзора на Шаокана будет много паков различных. Там, за монетки. Мне всего одну карточку экипировки осталось выбить. Так, пронизывающая Мелина. Господи, какой я медленный. То есть, у меня какая-то пауза идет после каждой атаки, блин, дурацкая. Ну, так или иначе, идем. Первая победа, как всегда, изи. Ну, это первая победа, опять же, да, то листь... Это первая башня. Она самая легкая. Так, следующий бой. Рептилия, дрожь, головорезка. Ну, окей, окей, не вопрос. Здесь можно вообще не париться. Здесь даже босса, насколько я помню, не будет в первой башне. То есть, тут просто будут сколько там, пять или типа того боев. И типа, чем дальше, тем больше боев будет по итогу в каждой из башен, если я не ошибаюсь. Возможно, я и ошибаюсь, потому что я не очень хорошо помню. Так давно было, много-много месяцев назад была охота за реликвиями доступная. И как бы ее добавили вот-вот только сейчас. Конечно, для тех, у кого Шао Кант был до седьмого слияния, у них была охота за реликвиями уже в новом обновлении. Но это только для тех вот людев. Блин, нифига себе, он законтрил обилку моей мелины пассивную. Блин, как же они быстро успевают ударить, когда входят в бой. Не успеваю ни блок поставить, ничего на самом деле. Ну, так или иначе, мы продвигаемся с вами вперед. Что можно сказать? Получаем награду в виде сержанта. О, да, сержант, то, что надо. Нет. Собственно, понятно. Окей, идем дальше. Джекс, Брикс, тяжелое вооружение, Джеки, Брикс и Трибор. Как-то странно сегодня игрушка на самом деле опять работает. Она все время по-разному работает, это очень странно. Сейчас она как-то, знаете, вроде бы не особо лагает, вроде бы особо не тормозит, но как-то неотзывчивое управление в игре очень. То есть, как-то управление странное какое-то, реально. Я не знаю, почему, с чем это связано, все в таком духе. Ну, вот как-то оно так... Угу, готов, конечно. Так, у нас Джекс, Брикс, тяжелое вооружение против нас, окей. Так, немножко больно, но это не страшно, в принципе, терпимо. Все, минус Триборг, это как бы изи вин. Молодец, молодец, Ермак, в принципе, идем дальше. Но это не трудно, это опять же не трудно, это все изи, как бы. Это первая башня, тут какие проблемы? Никаких абсолютно. Следующий бой, Шинок Мстительный, Инферно Скорпион, Чернокнижник, Куан-Чи. Знаете, что самое страшное, чего я боюсь больше всего, это разбивать статуэтки, потому что, как бы, их и без записи сложно набивать, да? Но вот, насколько же сложно будет, так сказать, набивать на записи, потому что сенсор не так отзывчив, особенно на записи, и как бы разбивать статуэтки сейчас очень сложно из-за нового движка, и потому что, ну, очень сложно разбивать сейчас статуэтки. И как мы это будем их разбивать, я до сих пор не понимаю. Может быть, даже я буду вне записи их разбивать, потому что на записи реально почти невозможно это сделать, это просто капец какой-то. Но мы попытаемся первую, по крайней мере, разбить. Думаю, ничего страшного, если даже не разобьем, не случится. Что там у нас последний бой, по-моему, остался, да? Но это даже не смешно пока что. То есть мы настолько всех легко выносим. И вот со второй башни уже будет гораздо интереснее. Как бы первое, это, знаете, так вообще для детишек. То есть самая-самая легкая, типа вот для самых-самых новичков таких вот прямо, у которых вообще ничего нету. Так, Кара Барака, темный властелин Каталькан и предательница Тани. Потому что тут даже золотые персонажи слабее, чем бронзовые. Вы понимаете, насколько все просто в этой башне. То есть там самый слабый бронзовый персонаж имеет 3000 с чем-то атаки. Тут они по 2000 имеют, как бы. Но это, естественно, максимальная прокачка. Если, конечно, бронза будет там первых-вторых уровней, у них будет не больше 1000 атаки и здоровья, как бы, до первых 20 уровней. Но, в принципе, все равно даже такой, даже за 2000, за 1000 можно завалить команду с 3-4 тысячами здоровья. При распределенном умении, конечно же. И экипировки подходящей. Хоть там, а пусть она и будет не обычная. Обычная экипировка, то есть самая дешевая все равно. Какие же они быстрые засранцы все-таки, да? Заметьте. Ну все. Первая башенка у нас завершена. Осталось только разбить статуэтку. Попробуем первый раз разбить ее на запись. Не знаю, получится или не получится. Я очень попытаюсь, конечно. Но что-то у меня сомнения насчет того, что у нас получится ее разбить. Но давайте пытаться. Надеюсь, что чем статуэтка фиговия, тем легче ее разбить. Ну, по крайней мере, я очень на это рассчитываю. Итак, давайте испытай свою силу. Готовим все свои пальцы. И давай, 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 давай. Хотя нет, смотрите. Можно, можно разбивать. Даже легко, даже легко. Видимо и правда. Чем статуэтка фиговия, тем легче ее разбить. Потому что, как видите, очень резко так это дергается обратно. Но все равно, мы очень легко с вами это прошли. Поэтому можно разбивать на запись. Это уже понятно. Видимо, в охоте за реликвии они статуэтки немножко понерфили. И нажимать на них теперь легче. Так, получаем осколки, получаем души, все дела. Ну и продвигаемся дальше. В вашем отряде должны быть только персонажи из преисподней. Давайте, собственно, составим тогда команду из персонажей из преисподней. Нажимаем создать. У меня, кстати, персонажи из преисподней, по-моему, хуже всего бафнуты. Не считая старших богов, конечно же. По силе. Я даже не знаю, кто у меня есть вообще из преисподней самый сильный. Скорпион, наверное, там какой-нибудь или что-то вроде того. Давайте дальше. Дальше здесь пока еще нету персонажей из преисподней. Опять нету, нету, нету. Где же они все находятся? Вот один Скорпион Инжастис. Ой, вот и классический Скорпион. Потом Люкашка. Его, кстати, лучше первым поставить. И еще возьмем вот Скорпиона из Холодной войны. Я думаю, нормально пойдет. У нас же нету никакого там более крутого персонажа из преисподней. Вроде бы нет. Ну, разве что Куан Чи, но, блин, он нафиг не нужен здесь как бы. Вот такой командой мы пойдем с вами. Итак, Стрелок Эрон Блэк, Командо Кану и Пчелиная Матка Девора. Погнали, собственно, в бой. А, кстати, давайте я кое-что... Хотя, не-не, потом, потом, ладно, пофигу. Эрон Блэк, Стрелок, Командо Кану, Пчелиная Матка Девора. Окей, я понял вас. Погнали. Надо было, кстати, Люкану молот гнева дать. Это, блин, важно сделать было. Я что-то протупил. Надо вообще дать ему какое-то снаряжение, чтобы он хотя бы хоть как-то, не знаю, сопротивлялся, типа того. Я, конечно, уверен, что я и так пройду без снаряжения, просто снаряжение будет попроще. Гораздо попроще, как бы. Особо тоже рисковать и не хочется. Поэтому после этого боя я, наверное, все-таки экипирую снаряжение хотя бы на Люкана, хотя бы. То есть, хоть что-то, чтобы было. Хотя бы молот гнева, да. И здоровье можно еще бафнуть. Ну, это в зависимости от того, надета на нем повязка или нет. Или повязку тоже надеть, тоже было бы неплохо. Ну, вот и все, как бы. Ну, это понятно. Я единственное, чего боюсь, это босса, Джей. Вот с ней могут быть и проблемки. А так-то, в принципе, изи должно быть. Еще бы играть чуть-чуть, так знаете, не подлагивало, было бы вообще замечательно, конечно. Давайте мы немножко нашего Люкана бафнем, молотом гнева. Еще какую-нибудь броню ему дадим, чтобы побольше здоровья имел. Так, окей. Где тут у нас молот гнева? Также я дам ему, наверное, какую-нибудь броню. Так, бандану сюда. Давайте дадим ему руководство. Также я хочу еще дать ему какую-нибудь броню. Я знаю, какую броню я ему дам. Мне нужна броня ящера. Она, в принципе, достаточно неплохо справляется. Ну и погнали, собственно, дальше, что я могу сказать. Вот теперь он хотя бы будет более-менее живучим. Да, 39 тысяч атаки и 91 к здоровья. Конечно, я понимаю, что мы вряд ли сольем, как бы. Но все равно перестраховаться стоит. Потому что босс Джейд очень сильная. Реально, она очень сильная. Многие из новичков именно стопорятся на этом боссе. И не могут его пройти. И даже я не могу его пройти. У меня просто две охоты за реликвиями. Мои самые первые. И я не мог пройти босса Джейд, как бы. И мне приходилось просто, ну, пройти одну башню. Затем дойти до Джейд. Получить там между боями в башне награду. И все. Как бы на этом быть удовлетворенным. А сейчас я, в принципе, могу, в принципе, легко вынести Джейд. Так что проблем у нас быть не должно с этим. Так, здорово, рептайл. Че, как оно вообще? По жизни нормально все? Блин, игрушка, не лагай, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Как-то она странно неадекватно себя зачастую ведет. Видите, какие сильные фрезы идут? Это неприятно, конечно. Очень неприятно. Но, как говорится, ничего не поделаешь. Следующий бой. Темный Рейден, Дух Ермак и Фараон Ермак. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать против них. Ну, конечно, сможем. Ну, что за вопросы вообще? Ой. Сяду, что ли, поудобнее. Ну, давай, игра, загружайся уже, наконец-то. Вот. Начинается у нас бой против Темного Рейдена. Минус Ермак. Ну и все, это победка. Как бы никаких проблем у нас в этот раз с противниками не было. Вы победили. Ну, естественно, господи. Естественно. Идем дальше. То есть, знаете, раньше для меня прям пройти охоту за реликвиями. Я думал, вау, пройти охоту за реликвиями. Сейчас. Ну, пройти охоту за реликвиями. Ну, да, типа, пройти охоту за реликвиями. Слэшер Джейсон Вурхес, Темный Властелин Каталькан и Кракен Рептилия. У нас еще четвертый, пятый и шестой бои будут. Это три боя. Один из них босс. И седьмой бой это будет опять разбивать статуэтку. Так, загрузилась. Погнали. Слэшер Джейсон Вурхес. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши ничего? Давай, вставай. Я буду тебе морду бить снова. Вставай, вставай еще раз. Еще раз набью морду. Сейчас только уже посмертно. Ауч. Что, хочешь подраться? Немножко сами себе его, конечно, урона нанесли, атакую рептилию. Но тут как бы без вариантов было бы. Очередной бой пройден. Получаем снова души. Души от всегда приятно. Души от всегда хорошо. Куанчи Чернокнижник. Игрок в кости шинок. Неостановимый Джейсон Вурхес. Окей, пятый бой. Предпоследний бой перед боссом. Посмотрим, посмотрим. Самые сложные будут башни. Это четвертая и пятая башни. Ну, даже, наверное, первые четыре мы уже будем с вами легко проходить. Так как у нас все-таки, как ни крути, уже очень сильная команда. То есть, очень сильные персонажи есть. И, естественно, они смогут справляться достаточно язично с охотой за реликвиями. Скорее всего, для меня это последняя охота за реликвиями. Потому что после того, как я прокачаю Шаокана до 60 уровня, она не должна у меня больше появляться. Нет, если, конечно, будет появляться, будет неплохо. Я буду зарабатывать эти, как его, души на халяву. Но если не будет появляться, то, видимо, не будет появляться. Я не буду оставлять Шаокану девятое слияние и бесконечно проходить охоту за реликвием. Потому что она бывает, ну, раз в несколько месяцев. И получаешь за нее, ну, я не знаю, там, несколько, ну, 150, там, 200, 250. Может, даже 300 душ. Это все настолько незначительное, мало чего стоит, что не стоит того, чтобы оставлять Шаокана на девятом слиянии. Собственно, вот он, босс Джейд. Вы просто посмотрите, 115 косарей здоровья. Это в два раза больше, чем у нашего Скорпиона. То есть, это почти столько же у нее здоровья, сколько у нашего Люкана. Даже больше. И это реально жесткий босс. Ну, давайте мы с ним подеремся. Сейчас Джейд уже не такая жесткая, как была раньше. И, кстати, подождите, 115? У нее разве всегда 115 было? У меня просто такая память, что вроде бы раньше у нее было не 115, а 165 косарей здоровья. Они что, ее не рфанули, что ли? Ну, атаки было вроде у нее поменьше, если не ошибаюсь. Или столько же. Или даже побольше. Не помню. Вот, насчет этого не могу ничего сказать. Но они, короче, сделали ее слабее, чем она была раньше. Сейчас будет оглушение, короче, на ней. Мы ее сразу ударим, затем первым спецприемом жахнем, потому что на нее оглушение. Ну, видите, да, я все равно снес ей только половину здоровья. Она рентген использовала в никуда. Видели эту тему? Так, снова первый спецприем. Ну, как снова? Первый раз? Как первый класс? Давайте еще один первый спецприем попробуем на нее сделать. Не знаю, получится? Не, не получилось. То есть, вот и начинается самая жизнь. Сейчас она усилится. И плюс меня, да, спецприемы мне отключит. Но я сильный. Так, давайте попробуем добивающий удар сделать. Получилось? Она снова рентген в никуда использовала. Да, конечно. Ну, блин, у меня тоже не получается спецприемами по ней попадать. Но сейчас Джейд имеет всего 40% на отражение спецприема. Раньше было больше. Поэтому я и пытаюсь ее добивающими ударами и спецприемами атаковать время от времени. Все, давайте еще раз. Да, блин, да что ж такое? Это совсем немножко осталось. Давай еще один рентген использую. Не, не хочешь? Ну, ладно. То есть, видите, да? То есть, даже мой люкан действительно долго попотел с ней. Как бы с этим-то и да. С этим могли бы быть проблемы. Но, изи. Изи. Порошли. А это значит, что получаем 10 душ. Того 1403 души. Замечательно. И переходим с вами... А, да, да, да. Чуть не забыл. Надо же еще разбить колонну. Давайте разобьем колонну. Ну, не колонну, а как эту штуку называют. Э-э-э-э-э. Как она фигня? Эта статуэтка. Испытай свою силу. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Уже сложнее, уже сложнее, чем первую. Гораздо сложнее. Но, тем не менее, все равно у нас все выходит. Отлично. Фиксируем, фиксируем, держим и ударяем. Все, победа. Главное, последние две статуэтки разбися. Там могут быть проблемки. Там нефритовая, фиолетовая должны быть. Я не знаю, из чего сделана фиолетовая. 10 осколков получаем. Нафиг они нам не нужны уже. Абсолютно бесполезный ресурс для нас. Я не знаю, зачем я прохожу башню Шаокана, чисто ради небольшого количества душ постоянного прибытка. И плюс там еще на сотой битве много душ дают. Я уже почти на сотой битве, не знаю, в какой, в четвертый, в пятый, в шестой раз уже прохожу эту башню. Ну и, собственно, погнали на следующую башню. В вашем отряде должны быть только спецназовцы первого уровня слияния или выше. Завыбираем, собственно, третью башенку и начинаем ее потихонечку проходить. Так, первого уровня слияния или выше, спецназ, я вас понял. Так, берем спецназовцев. Так, во-первых, у нас есть Джеки Брикс, она спецназовец. Во-вторых, у нас есть Джонни Кейдж, он спецназовец. И, в-третьих, у нас есть Соня Блэйд из Комбат Капа, она тоже спецназовец. Давайте экипируем нашу Джеки Брикс на, собственно, какую-либо броню. Так, 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 так. Давайте руководство Кару хочу и Молот Гнева хочу. Меня, в принципе, это все устроит. Остальных мне не надо экипировывать, в принципе, они и так сильные. То есть, париться на этот счет я не думаю, что стоит. Итак, Кейси Кейдж, спецагент, хай-тек Джеки Брикс и вип Джонни Кейдж. Они, кстати, имеют нормальные показатели по здоровью. Ну, как нормальные? 10 тысяч, они хотя бы будут несколько ударов наших выдерживать. Хотя Джеки Брикс, у нее очень много атаки. Не знаю, даже смогут они выдерживать, не смогут. Плюс у нас будет же еще первый спецприем в начале матча. Так что фиг его знает еще. Ну, погнали тем временем, погнали. Сейчас покажет Джеки Брикс, на что она, собственно, способна. Господи, очень долгие загрузки, конечно, в игре стали. Прям, ну, очень долгие. Так, давай. Мой любимый скин, как всегда. Хоть он и не очень подходящий для данного боя, но, тем не менее. Минус 1, минус 2, минус 3. Господи, эти лаги, это просто что-то с чем-то, конечно. Идем дальше, что я могу сказать. Пока, в принципе, идем неплохо. Следующий бой. Кенши баланс, Кенши одержимый, Кенши старший бог. Ну, им, знаете, сколько? Им надо будет очень сильно постараться, чтобы снести все здоровье нашей Джеки Брикс. Потому что на данный момент, за исключением разве что Шао Кана, она является по здоровью рекордом, если на нее навесить всякого вот экипировки всякой разной. То есть, она из золотых точно рекордсмен по здоровью, именно. Ну, может быть, с ней еще может посоперничать, разве что Соня Блейд из Комбат Капа. Но у нее меньше по стандарту. То есть, ей надо что-то еще одевать, типа руководство Кара, чтобы было больше. Случайная замена, это, конечно, неприятно, но ладно. Мой любимый скин опять выбираем. Господи, как же сильно лагает, вы просто не представляете, как это раздражает. Блин, не убил, к сожалению, первым ударом, очень жирный был противник. Так, на меня подзажгли. Вот засранец, а успел впервые меня ударить на самом деле. Все, победа. Ну, хотя бы победа, что я могу сказать. Погнали дальше, что я могу сделать. Наверное, пройду эту башню, еще раз перезапущу телефончик, потому что сильные лаги очень. Я не знаю, с чем это связано, но, блин, задолбало уже, серьезно. Кибер Джеки Брикс, Шаолин Кудзини, монах из Шаолиня Кун Лао. Погнали. Просто нереально долгие загрузки, нереально сильные лаги. Меня это подбешивать немного начинает. Ну, давай, давай, игра, господи, не тормози, пожалуйста, я очень тебя прошу. Очень, видите, прямо очень долгие. Я не знаю, с чем это связано. Наконец-то, блин, загрузилось, господи. Не прошло и 10 лет, как говорится. Да, давайте, без разницы, давайте вот этот скин. Немножко дамажит ее у нас время от времени, но как бы пофигу. На, получай, расписывайся и иди домой. Изи вин, как всегда. Идем дальше. Пять душ, все дела. Ну, души это приятно, души это очень приятно. Если еще 200 накопим, будет очень даже неплохо. Сможем еще пакетку пить. Огненные кулаки Люкан, Саб-Зиро Триборг, Великий Мастер Саб-Зиро. Четвертый бой уже. Господи, как же жарко сегодня. Это просто дичь какая-то. Просто вот сидишь, записываешь, у тебя просто со лба пот льется. Это капец вообще. Не люблю жару, не переношу жару. Вообще ужас какой-то. Не люблю лето. Зима forever, я не знаю. Люблю холод, окей. Идем дальше. Что у нас, значит, есть? Давайте огненный скин. Опача. Оп. Минус Саб-Зиро Триборг. Даже через щит смогли его грохнуть с вами. Кстати, я использую вот эту хрень, не знаю зачем. Правда, он не умрет даже от нее. Но надо снять здоровье как-то. Все, победка. Идем дальше с вами. Получаем награду в виде 10 душ. Это всегда приятно. Тут почти после каждого боя дают души. Если не после каждого. Серая Рютакеда, секретность Кэсси Кейдж, кибер Джеки Брикс. Уже по 20 Кэссов почти у них по здоровью идет. Очень даже неплохие статы. Наверное, так лагает в основном из-за жары. То есть из-за того, что очень жарко. Конечно, есть еще какие-то там причины. Может, Play Market что-то обновляет. Может быть, там это глючит что-то. Может быть, у них это типа охота за реликвиями подлагивает. Не знаю. То есть, ну вы видели, да? Если вы смотрели видео на испытание Китану Скорбну, первая нормальная сложность лагала, а вторая не лагала. Хотя, по сути, ничего и не сделал. Просто вот так вот оно работает. Не знаю почему. Может, только у меня так работает. Блин, промазал. Забываю, что нельзя этим первым спецприемом на дальней дистанции бить. На, получай. Убил все равно. Что там у нас, по-моему, пара боев всего осталось, да? То есть, босс и не босс. И обычная команда. Или мы уже до босса дошли. Я что-то не слежу особо за этим, знаете. Десять душ. Давай сюда. Да, предпоследний бой. Такеда Серарюба, Дзюцу Кудзинь, старший бог Кенши. Что-то они послабее, кстати, чем вот эти вот парни, которые были только что. По здоровью, по крайней мере. Ну и потом босса останется забить. И статуэтку сломать. И будет третья башня у нас также пройдена. Потом пройдем к четвертой. И уже после четвертой мы себе получим Шао Кана. Прокачаем его. Возьмем себе его на прохождение последней башни. Если же нам не закроют доступ к охоте за реликвиями. Потому что есть вероятность того, что закроют доступ к охоте за реликвиями. Но я надеюсь, что такого не произойдет. Враг впадает в ярость. Как скажешь, братан. Можешь впадать хоть как. Так, давай сюда мне вот этот скин коричневый. Хочу скин коричневый. Первый пошел. Я надеюсь, убьешь. Да, убила. Там в принципе 15 тысяч урона с последнего удара идет. Это почти все здоровье противника. Ну и что, босс остался. Там, по-моему, Рейден или кто там босс. Я уже не помню. Или не Рейден. Или Рейден в четвертой. Сейчас узнаем. Не, Скорпион босс холодной войны. 16 тысяч атаки и 63 тысячи здоровья. Ну, в принципе, неплохо так. Но гораздо слабее, чем Джейд. То есть у него примерно столько же атаки, сколько у Джейд. Может, совсем чуть-чуть там на 3 тысячи, на 4, на 5 повыше. Но здоровья у него меньше в 2 раза, как бы. То есть у нас с ним вообще никаких проблем быть не должно. Я сейчас подумаю, какой его убить скином каким. Давайте убьем его моим любимым скином. То есть синеньким. Я думаю, первого спецприема ударенного не в блок. Ну, за домашнего не в блок. Должно хватить для того, чтобы полностью его убить. Это будет, знаете, такое себе издевательство на Скорпиона. Он погибнет от холода. Хотя он сам холодная война. Давайте 50 к критическому урону. Сейчас он откроется. Я надеюсь, ты не будешь рентген использовать. Все. Ну, все, ему конец. Меня заморозило, правда. Но это ничего страшного. Это даже более так забавно получается. Все, победа. Осталось разбить статуэтку. И награда будет нашей. Итак, собственно, золотой теперь змей. Посмотрим, будет ли его сложнее разбить. Я думаю, да. Потому что второго было разбить гораздо сложнее, чем первого. Ну, не гораздо, но сложнее. И этот должен быть еще сложнее разбить. И, естественно, следующие будут еще более сложными. Вот, смотрите, я уже еле-еле-еле набиваю. Да? Ну, давай, до центра надо. Надо до центра. Ну, давай, 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 давай. Не удалось до центра. То есть, видите, уже сложно стало разбивать змеев. Ну, да ладно. 3000 получаем и идем дальше. Надеюсь, я последних двух тоже на запись смогу разбить. Потому что... Да, это реально сложно. Так, получаем также осколочки. Замечательно. Ну, и, собственно, еще одна битва завершена. Погнали четвертую башню. Осталось всего две башни нам пройти. Поэтому погнали. В вашем отряде должны быть только мастера-единобор с третьего уровня слияния или выше. Я тебя понял. Сейчас все сделаем. Так, давай, 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 грузи, грузи, грузи. Так, третий уровень слияния. Так, триборг, Сайракс. Также я возьму, наверное, Борайчо. Ну, и я возьму, естественно, Кеншика. Да, вроде так, все нормально, мне нравится. Да, все отлично. Все, погнали в бой. Сейчас мы Сайраксу нашему, так сказать, бафнем немножечко экипировки. Так, давайте сюда вот эту штуку, давайте сюда вот эту штуку. Я не знаю, стоит ли других прокачивать. Давайте посмотрим на силу противников. Но пока не вижу особо, знаете, угрозы со стороны противника. Поэтому не буду особо для других экипировку надевать. Так, я думаю, Сайраксы нам более чем хватит на прохождение всей башни. Кто там у нас уже в команде? Я уже забыл. По-моему, Кенши старший бог и Борайчо, да, если я не ошибаюсь. Блин, я уже очень хочу пройти эту башню поскорее, потому что мне очень хочется вкачать Шаокана на десятое слияние и шестидесятый уровень. Он будет просто монстром после этого. Даже если вот эта вот пятая башня, если мне не дадут ее пройти, сразу же закроют доступ к охоте за реликвиями, как только Шаокан получит десятое слияние, я все равно буду очень рад. То есть мне пофигу будет на эти души. Ох, какие лаги прекрасные, да? Ну так или иначе победка. Да-да-да, молодец-молодец, в принципе, погнали дальше. Кто у нас следующий? Пять душ, это приятно. Идем, идем, идем. Давай, кто следующий? А следующий у нас Скорпион Ниндзюцу, Фокус со шляпой Кунлао и Инферно Скорпион. Что-то мне кажется, здесь даже противники послабее, чем в предыдущей башне. Надеюсь, чем дальше мы будем, ну, выше, чем будем выше мы идти, тем больше будут действительно серьезных противников. Потому что пока что очень просто. Самая хардовая башня, это, конечно, последняя. Вот ее не всегда даже легко пройти. Я каждый раз на ней немножечко потею. Но вот единственные последние один или два раза, когда я проходил охоту за реликвиями, там я уже, знаете, играл так, это, знаете, слегка напряженно. То есть я вообще почти не напрягался. То есть чуть-чуть, да, чтобы пройти. А до этого другие все разы я уже играл охоту за реликвиями. Там мне прям реально было сложно пройти пятую башню. Я и не всегда ее еще и проходил, как бы. Блин, засранец. Главное, чтобы он не накопил себе первый спецприем. Все, добиваем. Немножко нас побивают каждый матч, но это абсолютно не важно, потому что мы уже, мы почти нисколько урона от этого не тратим. Здоровье. Да. Божественно объяснил, конечно. Не теряем здоровье просто. Вот и все. Пять душ получаем и идем дальше. Саб-Зеру Креомансер, Инжасти Скорпиона, Держимый Кенши. Вот одержимый Кенши неприятно, потому что он выскочит, подожжет, а это гораздо больше урона несет, чем обычные удары и даже спецприемы. То есть это неприятно, но смириться можно, как говорится. Даже не смириться, а, как сказать, преодолеть. О, тут на время. Ну и да, и сколько же у нас дает времени? Наверное, три минуты какие-нибудь, да? Ну две. Ладно, тоже пофигу. Мне хватит 30 секунд, чуваки, максимум. Скорее всего, 15. Ну вот, я как и говорил, ровно 15 секунд у меня и хватило для того, чтобы справиться с противниками. Я просто сосредоточился сейчас, молчал, чтобы побыстрее вынести их за 15 секунд. Окей, получаем второй... Ой, господи, какой мусор. Ладно. Идем дальше. Следующие бойцы. Фараон Ермак, Повелитель Душ Ермак и Дух Ермак. Окей, три Ермака. Я понял вас. Медленно, но верно, мы продвигаемся с вами к Шаукану 10-го слияния. Заодно, кстати, и для вас это будет интересно узнать, что будет, если вы приобретете 10-е слияние Шаукана, не пройдя до конца, куда за реликвиями исчезнет она или нет. Мне это тоже очень интересно узнать и понять, как это все работает. Больно, но ладно. Не выпендривайся, Повелитель Душ. Все, победка. Очень-очень медленно тратим здоровье. Вот здесь, кстати, босс будет точно, по-моему, Рейден, если не ошибаюсь. Или Рейден это последний? Да не, вроде Рейден это предпоследний. А последний босс я даже и не помню кто. А кто последний босс? Что-то я забыл об этом, ну ладно. Следующая Sony Blade Уничтожение, дублер Джонни Кейдж, Кудзин Стрелок. Но уже, кстати, Кудзин Стрелок имеет 20к здоровья. Это уже что-то-то значит, по крайней мере. Все ближе и ближе к Шао Кану Десятого Слияния, да. Блин, мой первый алмазный персонаж будет Десятого Слияния и мой любимый, кстати говоря. То есть Шао Кан это один из моих любимых персонажей. Он самый уникальный, я считаю, вообще во всем Mortal Kombat Mobile. У него очень уникальная пассивка, у него очень уникальные атаки, у него единственного 4 шкалы силы. То есть это очень уникальный персонаж, у него очень хорошо распределены статы между собой. То есть атака по соотношению к здоровью лучше, чем у всех других. У него их больше всех, чем у всех других, да. То есть он является, таким сказать, рекордсменом по количеству общих статов. Среди вообще всех персонажей в игре. Ну, конечно, я не проверял после того, как бафнули некоторых персонажей до алмазных. И также бафнули этого, как оно называется. Не бафнули, а поставили этих. О, тут постепенный урон, видимо, было испытание на постепенный урон. А то что-то у нас двое других закоцанные какие-то. Ну ладно. Sony Blade Classic, классический Скорпион, классический Саб-Зиро. Уже по 25 здоровья имеют кассов противники. Начинается, так сказать, усложнение. Я думаю, в конце будет вообще хардово. Но мы справимся. Начинаем бой. Это у нас классика Sony Blade против нас. На, получай сразу же. Не знаю, не успел первый использовать, к сожалению. Давайте сейчас используем. Пожалуйста, не накапливай первый. Спасибо большое. Ты тоже. Блин, как же больно они бьют, да? Заметили? Может, нам стоит ненадолго вывести все-таки с Айрекса из боя? Что-то мне не нравится, как он урон получает. Может быть, взять кого-то другого, и он пока отхиливается, пусть, во время боев. Он, конечно, очень слабо будет отхиливаться, но будет отхиливаться так или иначе. 15 душ. О, уже нормально так душ сыпят. Вот это я понимаю. Это красиво. Итак, Ермак, Эронблэк, Охотник за головами и, собственно, Темные Рейды на седьмой бой. Это предпоследний бой перед боссом. Поэтому давайте мы немножечко отхилим все-таки нашего... Барайча. Барайча. Хочу, чтобы у него побольше здоровья. Пусть Барайча пока подражается. Заодно он сможет всех троих ударять одновременно. Но не всех троих, двоих. Иногда некоторыми ударами. У него пассивка такая, что, типа, когда он... У него есть там какой-то там небольшой шанс для того, чтобы нанести урон от удара любого. То есть, неважно, это удар, часть удара спецприема, удар кулаком, или добивающий удар, или комбо удар, или обычный удар. Ну, в общем, неважно, короче, что это за удар. У него есть с определенным каждым таким ударом. Есть шанс нанести еще урон по одному сопернику, не участвующему на поле боя. Обычно тогда пишут двойное зрение рядом с Барайча. Но, естественно, нужно ударять не в блок. Это только если не в блок вы ударяете, это работает. Вот, смотрите. Двойное зрение. Видите, там показалось. Опять двойное зрение. То есть, сейчас и второй противник тоже нанес. И с приемами также работает. Но в этот раз не повезло, потому что шанс не очень высокий все-таки. Давайте добьем его вот так. Ну, немножечко откилился на Штрибарке, надеюсь. У него еще броня есть. Я не помню, она откил ему дает дополнительно или нет. Надеюсь, что дает. Получаем фляжку Барайчу. Я не знаю, правда, зачем. Блин, а если бы я выбрал Сабзиру? Я бы получил кинжалы Сабзиру, которых мне не хватает. Ну, окей. Так, босс, карающий Барака. 16 275 атаки и 135 500 здоровья. Да, я ошибся. Видимо, не Рейден здесь, а Барака. При этом, ну, достаточно жесткий. Давайте я поставлю Триборга на первое место снова. Не думаю, что Барака меня убьет с одного своего рентген-атаки. Потому что 16 000 атаки все-таки это не так уж и много. Мы же жахнем его первым спецприемом или второй на копии. Я это пока не знаю. Знаете, наверное, все-таки второй стоит использовать. Да, я понимаю, что у Сайрокса Триборга все-таки криты на первый распространяются. Но второй все-таки наносит побольше по итогу. И у нас плюс он даст еще кровотечение. То есть даже если у нас сектора... Ой, вот Сайрокса нашего вынесут, да? Каким-то невообразимым образом для меня. То сможем, если что... Он дотечет кровью и сможем добить за других персонажей. Мы и так сможем добить за других персонажей. Просто надо перестраховаться. Хотя... Да не, не хочу использовать первый. Все-таки решил второй использовать. Пошел рентген-атака. Пошла. Будет забавно, если он меня сейчас убьет каким-то... Там криты какие-нибудь вылетят жесткие. Не, 16 000 урона как бы это даже не серьезно, чел. Господи, игра, пожалуйста, не лагай. Дай мне его убить. Спасибо. Ну все, это скорее всего смерть уже. Изи. Господи, какие лаги жесткие. Это просто капец. Половина удовольствия теряется от таких лагов от игры. Получаем также третий спецприем. Серебро. Окей. Ну и осталось разбить змея. Самое, собственно, сложное. Да, серьезно. Для меня это реально самое сложное, потому что змеев реально сложно бить. Надеюсь, получится на запись сейчас разбить предпоследнего змея. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не ослабляемся, не расслабляемся. Пытаемся-пытаемся-пытаемся-пытаемся-пытаемся-пытаемся-давай. Есть, получилось. Изи. Молот гнева рядом валяется, кстати Ну, так или иначе И победа, получаем свои награды И, естественно, сейчас Мы сделаем то, что я хотел Сделать, собственно, с самого начала Погнали воскрешать Шаокана То есть, вот, смотрите, у нас пройдено Четыре башни из пяти И мы сейчас воскрешаем Шаокана И смотрим, закроется охота за реликвиями или нет Пять дней, кстати, семь часов осталось До окончания охоты за реликвиями Давайте оживляем Десятое слияние Десятое слияние Из 47 850 атаки И 89 100 здоровья Шаокан у нас уже получает Порядка 52 200 атаки И 97 200 здоровья Но это его не окончательные характеристики Естественно, тут не учитываются В этих характеристиках подвиги и так далее И да, отлично Охоты за реликвиями закрылись И давайте создадим уже нашу финальную Самую сильную команду Как я считаю Это Шаокан Это Мелина И это еще одна Мелина Вот так вот у нас будет выглядеть команда Давайте мы еще экипируем Шаокана По максимуму Я хочу Видеть силу в нем Так, ставим себе Собственно Молот гнева А также я хочу Наверное Себе поставить Руководство Каро Также я хочу Себе поставить Охот Как ее там Тактический жилет Можно конечно надеть Он дает Да 50 уменьшение Шанса критического удара Также можно взять Броню ящера Она дает у нас Бонус к лечению И также можно взять У нас еще Получается Что-то еще Какая-то броня была Тоже Которая дает бонус к броне Но я не помню Как она называется А ладно Пофигу Мне лень Давайте вот Уменьшение шанса Критического удара Для противника возьмем Либо амулет Шансунга Можно взять Он уменьшает Расход силы И бонус к лечению дает Но он у меня Не максимального слияния Либо уже можно взять Какого-нибудь связанного демона Шляпа с лезвиями Стойкости дает Вот нет Давайте я все-таки возьму Наверное Тактический жилет Вот так вот у нас Будет выглядеть Шаокан И теперь просто Посмотрите на его статы Вы просто посмотрите На статы этого убийцы Смотрите внимательно Семьдесят Семьдесят тысяч Атаки С четыреста семьдесят И двести восемь Косарей здоровья Вот она Вот она машина Для убийства Вот она Так и давайте Также мимилинок Все-таки это последняя башня Надо приготовиться Это важно на самом деле То есть надо и милинку Тоже чем-то снабдить Давайте я ей дам Броню ящера Также я дам ей Я не знаю Что им можно дать Из оружия Давайте мы Вот эту штуку ей дадим И кинжалы ее Родные Но не кинжалы Саи Только бы найти их Сейчас еще Да Вот кинжалы Саи Замечательно Ну и еще одной Милинке мы тоже Сейчас что-нибудь дадим Обязательно 155 ксов здоровья Нормально так Да Давай-давай Загружайся уже Не тупи пожалуйста Игра А ну да Она зависла Сейчас перезапущу А ну да Отлично перезапустил Я совсем забыл Что если выйти из нее И у вас уже Шаукан 10 слияния То она просто пропадет Не важно Прошли вы ее или нет И игра меня подвела То есть она вылетела Да Она вылетела Я не мог никак это Как сказать Занерфить Потому что она вылетает После определенного количества боев Либо зависает на мертво И вот такая фигня и происходит Поэтому не удалось нам Все-таки пройти Последнюю башню К сожалению Это очень плохо Меня честно говоря Немножко расстроило Но блин Ничего не поделаешь Как говорится Блин А мог ведь еще Кучу душ заработать Ведь мог да Эх Ну ладно Давайте кстати Перейдем в магазинчик Там у нас по-моему Есть набор карт Давайте его возьмем Я не знаю Просто для того Чтобы выполнить задания Какие-то Также будет обзор На Шаокана Тогда Раз уж мы не смогли За него так поиграть Будет обзор на Шаокана Поиграем там В войне фракций И естественно Естественно У нас получается Будут анпакинги Из-за монеты Из-за души Все это будет А на этом С вами был Ник Большое вам спасибо За просмотр Удачи До скорых встреч И еще увидимся Пока-пока